Доброго всем времени суток! На улице лето, жара, поэтому движемся в сторону тундры. В руках моих водка тундра Woody Notes. Напиток из разряда все его уже попробовали, блогеры обзоры сделали, а я вот нет, ждал, когда она будет по скидке. Долго ждал. Открываем. Ага. Кстати, хочу сразу сказать, что эта пробка сифонит, потому что запашок стоит, испаряется. Так, хотя подарок коту, хотя он уже что-то и не играет с этими штучками. Так, пробка деревянная или нет? Нет, не дерево точно. А жаль. Ёлка, какие-то травки, но приятный запах. Не злой, я так скажу. Пить вредно, жить страшно, и все мы там будем. Тундра. Я вот пытаюсь теперь понять этот вкус, его как-то по полкам разложить, но начнем с того, что очень мягко. Далее. Ёлка, но совсем немножко. Прям совсем-совсем сдержанная ёлка. А потом дальше растение, цветок, что-то из этих времен года. Так, я закушу. У меня это сегодня простой, но странноватый набор закуски. Салатик, но самый простой, летний. Овощички, сметанка, базилик, картошечка молодая, творная и тушеные соусы, куриные сердца. А, я еще люблю такие вот всякие блюда из суп-продуктов. Что-нибудь сделаю для второго канала. О, вкусненько. Так, вот эту штучку потом почитаем. Ой. Дубль два. Мягко. Действительно, водка особая. Вкус интересный, но сложно мне пока сказать. Ёлка точно. Растительно-цветочная составляющая тоже имеется здесь. Послевкусие долгое. По сладости, так скажу, не пересладили совершенно. Немножко-немножко чего-то сладенького чувствуется, но не критично. И не сильно навязчиво. Куриные детали. Ставьте лайки, кто любит куриные потроха. И обязательно об этом напишите в комментариях. Так, ну, приступим к изучению. Я-то состав читал, но когда... Когда купил, тогда читал. А это было давно уже. Поэтому ничего особо и не помню. Значит так, ну, наша сифонящая пробка. Тундра. Forest Natural Natural Composition. Пол-литра 40 Woody Notes. А мы как дятел Woody. Водка особая. Imported from Russia. Ну, здесь вот в перемешку у нас. Русско-английский словарный запас. Разговорник. Какая-то здесь печать. Значит, Woody Crafted. Звучит как-то очень злобно. Так, ну, изготовить ТАД Спиртпром. Ага, тут хрен же поймешь еще где. Где? А кто? Казанский ликвировочный завод. К составу. Значит, водка особая. Тундра, древесные ноты. Водка Крайнего Севера. Слушайте, а мне казалось, там чем ближе вот к Крайнему Северу, тем деревьев все меньше, меньше, меньше. Вот они такие маленькие, карликовые, такие усохшие. Может, я, конечно, ошибаюсь. Значит, в составе. Вода подготовленная и исправленная. Спирт Альфа. Ароматный спирт Курильского чая. Ароматный спирт Семяна льна. Ароматный спирт Вереска обыкновенного. Ароматный спирт Исландского мха. Ароматный спирт Хвой сосны. Соснохвоя. Соснохвоя. Вот елка, да, чувствуется. Остальное там уже как-то вот сложно. Я, допустим, не знаю, что такое Курильский чай. Кто там у нас еще был из непонятных ребят. Ну, Вереск, как я помню, это вообще типа можжевельника. Ароматный спирт Семяна льна. Ну, травянистая. Такая штучка есть. Исландский мох. Рысь не доводилась. За опыт. Вот горчиночка. Именно такая вот, как еловая. Как вот, может быть, немножечко смоленую шишечку грызанул. А дальше уже пошло. Травки, травки. Но мне почему-то что-то цветущее здесь вот напоминает. Не знаю почему. Но ни аптека, ни сладит. Всяких корней солодок не завезли. А это уже ценно по нынешним меркам. Но, конечно, хочу отметить, что она действительно очень мягко пьется. Но вопрос, который уходит в зрительный зал. Древесные ноты. Значит, у нас, я так понимаю, из древесины здесь хвоя, сосна и вереск. Если я правильно понимаю. И вообще, что вкладывается в понятие вот эти древесные ноты. Мне кажется, древесные ноты это водка для дятла. Такая... А вот древесные ноты. Всю кору сожрал. Дупло себе выбил и сидит довольный. Чилит. Древесные ноты. Ну, блин, я постоянно поправлю микрофон. Как-то дерево жевать. Надо вот зубы иметь. Клюв. Не знаю. В чем смысл? Маркетологи. Не прожигает. Вообще. Не обжигающая. Купаж, я бы сказал, богатый. Но, при всем при этом, он не шибко навязчивый. Потому что бывает водка особая, а ты пару рюмок выпил и садишь и думаешь, а можно я пойду? Ну, куда-нибудь, куда-нибудь. Как бы вроде пьется неплохо. Я сейчас пытаюсь, конечно, посчитать примерно, сколько у меня обзоров на разнообразные водки тундра. Это сложно сделать. До хрена. Прямо до хренища. Поэтому, кто не посмотрел, обязательно займитесь этим на досуге. Когда вам совершенно будет не хрена делать, заходите, забивайте на канале «Разгоняй Волкопоезд» в поиске «Тундра». И там вы найдете и ликер, и водку, и какой-то еще там хренотень, и водки особые, и все что угодно. Такая херовая самореклама. В моем стиле. Так, ладно, давайте бахнем за вас. И закусим картофаном. Я тут, короче, сижу, одна за одной, как стегозавр накидываю, а у меня же есть приветы, поэтому все, будем по чутулям. Значит, два привета. Значит, первый привет отправляется Федор от Алексея, и там была приписка, что Федор, поставь брагу. Федор, поставь брагу. Все равно, вот, постоянно пытаюсь этот курс как-то проанализировать, разбить его на ступени, на детальки, разобрать на лего. Но больше, мне кажется, здесь именно такого елового соснового, а потом травянистое. Ну, что-то цветочное все равно меня преследует. Маленькая лажанта. Так, второй привет. Значит, властью данная мне Ютуба, второй привет отправляется Евгений от мужа Евгения. Вот такая вот дружная семья. Огромнейший привет, здоровье. Преточка. Хотя, внесу-ка я маленькую лепту в свои хваленые воды по поводу этой тундры. Что-то вот через время, употребленное, смоленистый привкус, как-то прям долбанул мне. Прям как-то аж вышиб меня из седла. Так, буклет. Есть буклет, значит, его надо почитать. Тем более, вот такой с веревочкой такой есть. Значит, здесь у нас QR-код, но я не буду сканировать. Тундра Форест Нашел Композишн. Водка особая. Тундра Форест. Водка, созданная в гармонии с природой. Круто. Напиток изготовлен по особому рецепту, в основе ароматной спирты исландского мха и хвои сосны, которые придают водке особую терпкость, откликаясь деликатным нюансом древесных нот послевкусив. У меня журналисты примерно такое же писали в свое время. Далее. Декорирование материалом природной палитры с текстурным рисунком, повторяющим изгибы древесного сруба, подчеркивает органическое просхождение водки. Как-то грустит тут панель ДВП. Напиток запечатан пробкой с гравировкой в виде стилистических образов, характерных для местной тундры. Вот героическая пробка, которая у нас пластиковая, вилочкой вот я натыкал. Здесь у нас сделали сбоку такие бороздочки, значит, разместили здесь 4 какие-то рисунка а-ля фиг вам. О, полот для гордости, маркетологи, ёпта. Ой, блин, что-то пошло не так, а. Вот кто наступил на бабочку в прошлом, когда охотился на динозавра? Ну, уже до такого вот за уши притягивать. Текстура древесная, там еще чего-то. Вуди ноутс, ну, вот пиршество людей, которым реально нехрен делать. Маркетологи, привет. Ладно, это пятиминутка гнева. Я ж не могу не высказать свой фи. А вот теперь переходим к итогам. Я постараюсь коротко. Так, ну, ценник где купил? Ценник был очень сильно разный, причем разное слово. Разный, разный, разный. Значит, я покупал ее в пятерке, она была по акции. Триста сорок девять рублей. Ну, это хорошая цена. Нормальная. В наших современных реальностях. Ну, не пятьсот, не пятьсот пятьдесят, не шестьсот и так далее. Что по вкусу? Мягко. Вообще без вариантов. Очень мягкая водка. И вкус здесь достаточно такой интересный, многогранный. Здесь и хвоя чувствуется, и всякая растительность. И, как по мне, даже некоторые цветочки сахара практически вообще не ощущается. Ну, да, может быть, со временем этот привкус будет надоедать, но все-таки интересно. А теперь по минусам. Ценник до скидки. Это очень большой минус. И еще один большой-большой минус. Это вот такие вот замечательные ребята. Древесные забавы, ноты. Причем здесь, конечно, вот древесные ноты. С пластиковой топробкой. В общем, я поставил бы так. Я сегодня буду очень максимально добрым. Поэтому это будет четыре с половиной. Ну, я все сказал. Короче, как всегда, мнение мое субъективное. Ни в чем не разбираюсь. Ну, и теперь, конечно же, за вас. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok